всем привет вы на канале алчи в этом эпизоде мы продолжаем знакомиться с возможностями программы deeds а пока мы готовились к этому выпуску программа обновилась и теперь мы работаем с самой новой версии 3.0 2 344 и так что же нас ждет в этом выпуске а в этом выпуске мы разберем инерционные свойства элементов которые моделируются в этой программе это очень крутая и полезная функция давайте проведем небольшой эксперимент мы возьмем инвертор определим для него входную и выходную переменные входная переменная задается у нас переключателем который мы обозначим как x выходная переменная задается обычным индикатором который мы назовем y соединяем компоненты и наша схема готова теперь мы переходим в инструмент временная диаграмма прежде чем провести моделирование мы предварительно расширяем область наблюдаемого сигнала по времени и после этого задаем входной стимул у нас это сигнал x теперь проводим моделирование и можем проанализировать результат давайте рассмотрим два события используя инструмент лупа когда мы изменили масштаб если мы видим что события x и y не совпадают по времени мы можем воспользоваться измерителем интервалов и вычислить реальную задержку между этими сигналами в первом случае мы наблюдаем задержку в 4 наносекунды переходим ко второму событию и проводим ту же операцию и здесь мы наблюдаем задержку в 5 наносекунд такую задержку можно охарактеризовать как запаздывание давайте разберемся почему это происходит для этого закроем временную диаграмму и посмотрим на свойства самого инвертора мы дважды кликнем мы мышкой на изображение и увидим меню для настройки времени перехода с нуля на единицу и обратно мы видим две цифры 5 наносекунд и 4 наносекунды это именно те значения которые мы наблюдали при анализе задержки событий во временной диаграмме это происходит потому что программа деиц учитывает эти задержки и моделирует инерцию переход осуществляется на уровне 50 процентов от установившегося значения у нас есть время для перехода с низкого уровня на высокий и наоборот мы можем изменять эти значения чтобы точно моделировать поведение реальных элементов а как именно это влияет на всю схему мы сейчас и рассмотрим оставайтесь с нами в этом эпизоде мы перейдем от простой схемы с инвертором к более сложной для этого мы сначала удалим предыдущие элементы со схемы далее мы создадим новую схему нам понадобятся следующие компоненты элемент и с двумя входами элемент или с двумя входами также мы добавим один инвертор для нашей новой схемы нам потребуется два входа которые мы обозначим как а и б используя переключатели на выходе у нас будет один индикатор который мы назовем игрек пересоединим все элементы вместе чтобы получить готовую схему для анализа после того как схема собрана мы переходим в инструмент временная диаграмма для проведения моделирования мы увеличим временной диапазон затем зададим сигналы для входов а и б запустив моделирование мы сразу видим что на временной диаграмме появляются артефакты это нежелательные импульсы которые не вписываются в наше представление о работе схемы чтобы понять причину возникновения этих артефактов мы доработаем нашу схему мы добавим еще два индикатора s и d чтобы наблюдать за промежуточными сигналами внутри схемы теперь мы снова вернемся к временной диаграмме зададим входные сигналы и для удобства наблюдения переместим сигнал игрек вниз и запустим моделирование видим что артефакт на выходе игрек появляется именно в тот момент когда изменяется промежуточный сигнал d это указывает на то что источником проблемы является задержка распространения сигналов в схеме сигнал y успевает отреагировать на изменение сигнала d прежде чем входные сигналы стабилизируются это приводит к возникновению кратковременного сбоя который мы и видим как артефакт на графике как мы только что увидели в нашей схеме появились нежелательные короткие импульсы или как их называют в технической литературе артефакты этот эффект который возникает из-за разницы во времени прохождения сигналов по разным путям называется гонкой сигналов race conditions когда сигнал приходит на элемент по одному пути быстрее чем по другому на выходе может возникнуть кратковременный сбой это и есть тот самый глич артефакты вызваны такой асимметрией в задержках носят название статических хазардов они могут проявляться как короткие импульсы которые идут в противоположном направлении от ожидаемого логического значения хотя в реальных условиях эти короткие импульсы часто подавляются за счет инерционных свойств самих элементов их наличие в схеме может привести к непредсказуемым ошибкам в работе что делает их потенциально опасными мы видим что на выходе могут появляться эти артефакты в то время как логический результат должен быть стабильным следующей части этого выпуска мы подробно рассмотрим как проектировать схемы свободные от хазардов давайте рассмотрим проектирование схем свободных от хазардов для примера используем следующую схему который вы видите на экране проведем моделирование и вы увидите что при изменении сигнала с на выходе появляется артефакт или глич который вызван эффектом гонки сигналов в логическом уравнении схемы это не отображается но нам известно что данный эффект возникает из-за разного времени распространения сигналов причина появления артефакта легко видна на карте карно мы видим что при изменении сигнала с происходит переход из одной группы в другую что и является причиной появления глича на нашей диаграмме устранить этот глич достаточно просто для этого мы изменим способ группировки на карте карно что по сути меняет уравнение описывающая схему на экране представлена измененная карта карно мы добавили третью группу и теперь переход сигнала с будет проходить внутри одной группы это устраняет артефакт поскольку сигнал не меняет группу объединений в результате исходное уравнение дополняется новым термом а схема соответствующая этому уравнению представлена на вашем экране давайте проведем моделирование этой схемы и проверим насколько действенным оказался примененный нами метод сохраняем и расширяем временной диапазон зададим входные сигналы а б с с переходом от единицы к нулю теперь запустим моделирование как видите гличи больше не появляются и схема ведет себя надежно если мы вернемся к схеме то увидим что элемент или стал трехходовым сигналы а и б дублируются дополнительным элементом и благодаря этому если они не меняются то и выходной сигнал остается стабильным на этом наш выпуск завершён подписывайтесь на канал алчи и вы поможете распространять полезные знания до новых встреч